Девушки отдыхают Посмотри на календарь! Уже всего лишь 9 дней осталось до Нового года! Ого! Я и не замечаю, как время быстро летит! А чтобы праздник стал еще ближе, предлагаю начать нашу программу! Итак, наша детская информационно-развлекательная передача и переменка начинается! Новогодним подарком для родителей воспитанников детской школы искусств стал отчетный концерт, на котором ребята из разных отделений продемонстрировали свои навыки и поделились достижениями за уходящий 2019 год. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать на отчетном концерте Леневской детской школы искусств, в котором примут участие лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов. Здесь, в этих уютных стенах, изо дня в день нас окружает музыка. И сегодня мы хотим поделиться ею с вами. Пусть это будет такой предновогодний подарок. Условно мы разделили наш концерт на три части. В первой части будет звучать народная музыка, во второй – классическая, а в третьей – эстрадная. Открывает наш концерт ансамбль русских народных инструментов под управлением Силантьевой Натальи Анатольевны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Завершающим номером в блоке народной музыки стало выступление ребят, обучающихся уже четыре года мастерству исполнения руссконародных плясок и песен. ПЕСНЯ 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 Вальс в исполнении юных музыкантов поразил зрителя. Скрипка, как человек, умеет печалиться и радоваться, когда скрипка плачет на душе тоска, когда смеется, все вокруг озаряется светом. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Таланты среди нас. Теперь и вы в этом убедились. Желаем детской школе искусств дальнейшего процветания. В завершении года для всех активистов проводится множество мероприятий. Кстати, одно из таких состоялось на прошлых выходных. Здорово! Мне известно, что Рита как раз побывала на одном из таких мероприятий. И она все с радостью нам расскажет. На прошлых выходных в детском оздоровительном лагере «Радужный» прошло долгожданное событие этого года – форум молодежи. Форум разделялся на две площадки – КВН и Актив. Ребята из КВН на протяжении двух дней писали сценарии, придумывали шутки, чтобы достойно выступить на конкурсе за кубок форума. Ну а Актив в это время посещал различные мастер-классы и пробовал себя в чем-то новом. Например, весь первый день для ребят проводился тренинг по театральному искусству, итогом которого стало выступление под названием «Всем и родом из детства». Одним из наиболее интересных был мастер-класс по финансовой грамотности, ведь далеко не всегда этого могут научить в школе, поэтому все ребята очень внимательно слушали и записывали. Также для девочек провели мастер-класс по макияжу, а мальчики в это время учились разбирать автомат, ведь этот навык им обязательно пригодится на службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Ну а чтобы утром оставаться бодрыми, для всех участников форума проводили зарядку. У всех ребят после форума остались только положительные впечатления, они узнали для себя много нового, кто-то даже определился с будущей профессией. Безусловно, такие мероприятия способствуют развитию личности, а также помогают человеку раскрепоститься и стать более открытым. Для учащихся Леневских школ было проведено мероприятие, посвященное одной из главных проблем мира – терроризму. Дорогие телезрители, будьте бдительны и осторожны, особенно в тех местах, где большое скопление людей. 12 декабря, когда вся страна отмечала День Конституции Российской Федерации, в Леневском Доме культуры для учащихся Леневских школ прошло мероприятие, направленное на предупреждение терроризма и экстремизма. Организаторами встречи стали представители Новосибирской организации ветеранов спецназа. Терроризм – одна из главных проблем во всём мире, а Россия – страна, обладающая большим опытом борьбы с террором. Проблема терроризма в современном обществе – это достаточно серьёзная проблема, на которую выделяются огромные средства из бюджета нашей страны, на которую выделяется колоссальный объём времени от Министерства образования, выделяются какие-то программы социальные, для того, чтобы люди понимали, что это такое, что это не где-то там далеко, а это, к сожалению, наша современная жизнь. Мировую огласку терроризм получил ещё в 2000-е годы со взрывом двух башен-близнецов в США. Террор – это не только убийство, кровопролитие, но и прежде всего поражение сознания. Наиболее подвержены вовлечению в террористическую деятельность именно дети подросткового и юношеского возраста. Начиная с вашего возраста и до 18-25 лет, идёт конкретная обработка молодых людей, в частности, по подбору в террористические организации. Рекомендую вам всем углубляться в знания. Углубляться в знания и понимать, что какое бы ни было наше государство хорошее, но тем не менее телевидение со всем его ответвлениями – это радиоканалы, это интернет в какой-то степени – это просто-напросто выгодная тем или иным организациям пропаганда. И нужно фильтровать на основании своих знаний, потому что ваши знания – это ваша сила. Ваши знания помогут вам в преодолении этой беды. Ваши знания помогут вам не вступить в ряды этих маргиналов, которые совершают подобные зверства с людьми. Теракты всегда направлены на места большого скопления людей в общественных местах. Поэтому важно соблюдать осторожность и помнить, что ваша внимательность может спасти жизни многих людей. После проведения лекции ребят ожидала выставка вооружений, на которой были представлены различные виды оружия, в том числе и те, которые применяют спецподразделения при проведении антитеррористических операций. Настя, предлагаю продолжить нашу передачу в более новогоднем стиле. Помнишь, Илья несколько выпусков назад начал рубрику «Новогодние поделки»? Да, и что же он будет делать сегодня? Я точно не знаю, но думаю, его советы нам точно пригодятся. И мы продолжаем делать интересные поделки к наступающему Новому году. Сегодня я покажу, как сделать открытки, чтобы поздравить своих близких с Новым годом. Для этого нам понадобится гуашь, кисть, любая веревка толстая и блок, на что мы будем наматывать нитку. Это может быть спелдерево, объемный картон, как у меня, или спичечный коробок. Для первого оформления открытки возьмем наш брусок и бечевку. И вот таким движением намотаем ее на брусок. Концы заправим вот сюда. Вы можете завязать или заправить. У вас должно получиться вот так. Теперь мы возьмем лист обыкновенной бумаги. Я взял размером А4. Нашу заготовку. И краску. Я беру синий и белый оттенок, чтобы выглядело по-зимнему. С одной стороны нитку я крашу в синий цвет. Здесь будет открытый цвет. Делаем все быстро, чтобы наш гуашь не успела засохнуть. Теперь берем белый цвет. Красим вот эту нитку. И смешиваем синим посередине, чтобы получился голубой градиент. И теперь отпечатываем на листе бумаги. И таким образом пропечатываем всю бумагу. И смешиваем на лист тен приехать. П learners transp담 на лист тенге. И смешиваем на листьях. Наталя хор presentedrekат�ает. Молодず Paperavy подcardbros. То есть похоже на сигнете из них. Сверхой годiedz. П Jetания. Н посмотрим. Вот так у вас должно получиться. Такой вид бумаги вы можете использовать не только для открытки или письма, а еще для упаковки подарка. Переходим ко второму варианту. Для второго варианта опять возьмем бечевку и скатаем ее в клубок. Клубок мотаем неровный. Клубок мотаем неровный. И теперь берем синюю краску и красим вот эту сторону. Добавляем немного белого. И начинаем пропечатывать лист. Таким образом на чистом листке бумаги у нас получаются следы невиданных зверей. Вы можете делать различного размера клубки. И тогда у вас получатся большие узоры и совсем маленькие. Вы можете их комбинировать. И переходим к третьему, последнему варианту. Для этого нам понадобится пупырчатая пленка. Берем синюю гуашь. Вы можете взять любых цветов. И окрашивайте не надавливая верхние пупырышки. И теперь пока не засохло, отпечатываем. Вы можете взять абсолютно разные цвета. И с помощью наложения цветов друг на друга вы сможете добиться мерцания снега. Ух ты! Спасибо, Ильке, за идею. Теперь я знаю, что мое письмо будет самое красивое. Осталось только с конвертом определиться. Он ведь тоже должен быть необычным. Ой, на этот счет я не волнуюсь. Все уже продумано. Всем привет, ребята! Не знаете, как красиво оформить подарок? Или во что завернуть письмо Деду Морозу? Сейчас я вам все покажу. Нам понадобится коричневый квадрат. Мы будем делать конверт в форме олененка. Какого цвета вы захотите олененка, такого цвета и будет у вас квадрат. Маленькие квадратики или прямоугольнички, без разницы. Это будет у нас носик. Также его можно сделать розовенький, черненький, беленький, красненький, как хотите. Черненькие зрачки. Можно сделать голубые, ну, без разницы. И сами глаза белые. Ну что ж, приступим сначала к самому конверту, а потом уже будем его украшать. Переворачиваем наш квадрат так, чтобы получился ромб. А теперь к центру сгибаем листочки по краям с двух сторон. И так, теперь оставшуюся часть подгибаем вверх. Не сильно. Приклеиваем вот это место. Клей можно как жидкий, так и сухой. Теперь этот уголок загибаем, чтобы получилось ровненько. Итак, теперь загибаем. Это будет лицо нашего олененка. Вот и получился наш маленький конвертик. А теперь приступаем к лицу. Делаем носик. Носик должен быть круглым. Можно что-то обвести и потом вырезать. Теперь приклеиваем носик. Теперь делаем глазки. Вырезаем два больших круга. А чтобы было удобно, сложим. Вырезаем. Приклеиваем. Берем черненькую бумагу, чтобы сделать зрачки. А давайте согнем бумагу. Так будет легче же. Приклеиваем. Приклеиваем. Теперь делаем рога. Можно нарисовать рога от руки А можно распечатать и обвести Я буду рисовать от руки Приклеиваем А как приклеивать сейчас покажу Мажем клеем кончик рогов А точнее их начало Со вторым рогом проделываем то же самое Наш олененок готов! Итак, теперь мы можем положить сюда Своё тайное послание другу Пишем письмо и заворачиваем в наш конверт Теперь приступим к самому подарку Для этого нам понадобится Коробка Я её взяла на почте Можно также купить Если у вас подарок очень маленький Сам подарок Можно взять ленту И обёрточная бумага Ещё я взяла наполнитель Чтобы было не так пусто Берём подарочек Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дальше оборачиваем. Если вы не знаете, как это делать, перейдите на официальный сайт Истока. Там есть видео, в котором я уже оборачивала подарок для своего папы. Берем любую оберточную бумагу. У меня есть две. Со снеговичками и какао, и с лисичками. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой замечательный подарочек у нас получился. Теперь можно его дарить абресату. Ну вот, открытка полностью готова. Ну что, теперь пошли за мандаринами? Подожди, а как же попрощаться? Ой, точно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok